63 года. Столько исполняется сегодня со дня образования Мурманской исправительной колонии номер 17. В свой день рождения угольки, а так в народе называют это место, можно смело переименовывать. Учреждение перешло на центральное отопление и угольная пыль осталась в прошлом. Праздничная дата совпала с визитом за колючую проволоку журналистов со всего северо-запада России. Место, куда, как правило, в первую очередь ведут визитеров в 17-й колонии – комнаты, где живут заключенные. Это 12 отрядов. Три из них с облегченными условиями. И их не стыдно показать людям со стороны. Самозел здесь. У вас только мужчины сидят, да? Для региональных журналистов быть в роли гостей за колючей проволокой – дело привычное. Поэтому они интересуются немногим. В отличие от коллег из Петрозаводска и Архангельска, с любопытством рассматривающих производство мебельного цеха при ИК-17, где работают 256 заключенных. Осужденные обязаны трудиться в соответствии с уголовно-исполнительным законодательством в тех местах, где укажут администрацию. Но предпочтение, конечно, отдается тем, кто желает. Сеть ресторанов, известных в Мурманске, частый заказчик у нас. Практически вся мебель у них от нас. Швейное производство по-прежнему имеется в 17-й колонии, причем развивается, закупается оборудование. В этом году запустили новые образцы по производству трикотажных изделий. Кухонные уголки, скамейки и необычные сувениры ручной работы. В среднем в год на деревянной продукции исправительное учреждение зарабатывает 14 миллионов рублей. Осужденным месячной зарплаты хватает для того, чтобы купить чай и сигареты в местном магазине. Но в основном на работу идут те, кто хочет хоть как-то разнообразить свой тюремный быт. Я думаю, в основном объем нравится делать. Объемы это медведи и так далее. Ну, всякие животные, птицы. Вот, наверное, уже видели там внизу птицы, там вот герб. Это все мои работы. За плечами у Юрия уже 8 лет жизни за колючей проволокой. У его коллеги еще 20 впереди. На журналистов люди с такими сроками, спокойно отвечающие на все вопросы, произвели неизгладимое впечатление. А в целом 17-я колония разрушила сложившиеся стереотипы о содержании заключенных. До этого я видела только в фильмах тюрьмы, да, где все ходят там подвы в ряд, где ну все настолько сурово и как-то страшно, что боишься сделать шаг. Здесь в принципе я смотрю, что и люди передвигаются более-менее свободно. Конечно, есть контроль, есть надзор, но и отношения. Я не знаю, может быть, потому что мы, конечно, люди со стороны, да, и с нами так общались. Но мне показалось, что в принципе все настроены на доброжелательном. Значит, наверное, и условия в людей не такие суровые, как нам казалось до этого.